Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Трудно представить, о чем бы снимали фильмы и писали книги, если бы в мире не было любви. Ради нее люди способны на многое, практически на все. Даже отказаться от слова, научиться передавать свои чувства жестами. Элизабет Шоусмит познакомилась со своим будущим мужем на сайте знакомств. Симпатичный молодой человек с отличным чувством юмора сразу же привлек внимание девушки. Они долго переписывались, и Элизабет уже не терпелась встретиться лично. Но Скотт все откладывал свидание. В какой-то момент Лизе даже начало казаться, что она просто не нравится своему виртуальному избраннику. Элизабет не привыкла ходить вокруг да около, поэтому решила спросить прямо. В тот же вечер она написала Скотту. «Если по какой-то причине ты больше не хочешь со мной общаться, так и скажи. Я не обижусь, правда. Ты мне очень симпатичен, но лучше сейчас же расставить все точки над «и», чтобы не тратить время друг друга». В первом же сообщении Скотт пригласил Элизабет на свидание. Правда, предупредил ее, что она может быть очень разочарованная. Девушка не понимала, почему. Встречу мечты она теперь ждала с опаской. Кто знает, какой этот Скотт на самом деле. Выбирая платье для похода в ресторан, Элизабет вспомнила все случаи, когда знакомства по интернету заканчивались в криминальной хронике. Но, к счастью, ее свидание закончилось счастливо. Раньше Элизабет не представляла, что всего за несколько часов можно влюбиться в человека настолько, чтобы захотеть провести с ним всю свою жизнь. Как оказалось, можно. В Скотте ей понравилось абсолютно все. Мужчина был добрым, умным, заботливым, интересным. Он обожал путешествовать, прекрасно разбирался в искусстве. Своим хобби зарабатывал себе на жизнь, поэтому Элизабет не пришлось часами выслушивать о невыносимых трудовых буднях. Одним словом, не мужчина, а мечта. Была в нем только одна особенность. Восемь лет Скотт потерял слух. Сверстники тогда издевались над ним. В школьные годы у Скотта не было ни одного человека, которого он мог бы назвать своим другом. Но со временем все изменилось. Теперь в его жизни появились друзья, с которыми он счастлив. А вот любовь. Скотт признался Элизабет, что она очаровала его с первого сообщения. Их теперь уже реальный, а не виртуальный роман развивался стремительно. И уже через полтора года Скотт сделал Элизабет предложение. Она с радостью приняла его. Во время свадебных приготовлений будущая невеста задумалась над особым подарком. Ей хотелось сделать для Скотта что-то такое, чтобы он понимал, она хочет быть рядом всегда. Тысячу лет. Любимая песня Элизабет давно уже стала тысяча лет певице Кристины Перри. Вот девушка и решила выучить ее на языке жестов. Каждый влюбленный должен знать любимую песню своей половинки, не правда ли? К тому же текст песни блестяще отражал чувства Элизабет. Девушка очень волновалась. Она знала, что на свадьбу придут друзья Скотта, которые тоже не слышат, и очень боялась ошибиться в каком-то жесте. Не дай бог еще обидеть кого-то. Чтобы избежать казусов, она записалась на видеокурсы языка жестов. Обучение давалось трудно. Но ради Скотта Элизабет прилежно повторяла жесты за учителем из видео. И вот настал торжественный день. Элизабет очень волновалась. Но когда пришло время песни, ей вдруг показалось, что они со Скоттом одни во всем мире. Она сконцентрировалась на песне и каждое слово в ней посвятила своему теперь уже супругу. Таким исполнением Кристина Перри могла бы гордиться. Зал был растроган. Многие гости не могли сдержать слез. Позже Скотт признался Элизабет, что это был лучший момент в его жизни. Он услышал любимую песню своей жены. На обручальных кольцах, которыми обменялись Скотт и Элизабет, выгравирована надпись «Я вижу тебя». «Это правда», – признается Элизабет. «Когда мы общаемся, Скотт читает слова по губам и отвечает мне в сообщениях. Мы всегда смотрим друг на друга. Это очень важно. Сохранить зрительный контакт. Тогда вы и правда разговариваете друг с другом». История Скотта и Элизабет доказывает, что если людям суждено быть вместе, судьба обязательно их сведет. И неважно, какими дорогами они придут к месту первой встречи. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.